Здравствуйте! В Новгородской области сегодня делается ставка на научно-техническое развитие, а значит вместе с этим автоматически возникает вопрос создания интеллектуальной собственности. Как выглядит сегодня процедура получения заявок и выдачи патентов, и чем в связи с этим интересен Роспатенту наш регион? Мы спросим руководителя Федеральной службы Роспатента Григория Ивлева. Я приветствую вас! Добрый день! Григорий Петрович, у Роспатента вся страна как на ладони. Вы, безусловно, можете сейчас сказать, где больше всего проживает изобретатель и какой регион в этом смысле выделяется больше всего? Вы сказали, чем интересен нам Новгород, Новгородская область, срединным положением в изобретательской среде. Есть регионы, конечно, очень продвинутые. И Москва, и Санкт-Петербург на общем фоне значительно опережают другие регионы. Но для того, чтобы это все было массово, для того, чтобы это было более качественно, конечно же, интеллектуальная собственность должна быть во всех регионах и в большем объеме, чем она есть сейчас. Новгородская область имеет неплохой потенциал по целому ряду направлений научно-технического развития. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы именно по такому срединным, глубинным пути были достижения успеха. Чтобы тот потенциал, который заложен в Новгородской области годами, десятилетиями, реализовывался в патентах, в охраняемых документах. Чтобы все эти достижения выводились на мировой уровень. Ведь патент – это мировая новизна. Патент, если выдает его патентное ведомство, означает, что создано то, что никем не создано до сих пор в мире. И это приоритет, он и охраняется. Приоритет человека, автора, который создал для человечества что-то необыкновенное. При этом это же дается приоритет за то, что предложено определенное техническое решение. Выявлены технические проблемы, показано, как она решается и показано, какого технического результата добиваются в результате промышленного применения этого изобретения. Вот этот процесс, он очень тонок, он очень важен, он требует огромной подготовки, он требует исторических традиций, научных традиций, изобретательских традиций. В Новгороде это есть, заложено. И наша задача, что в таких регионах, как Новгород, это все проявилось. Но предлогом для нас явилась благоприятная обстановка для изобретательского дела, дух изобретательства, который в последние годы в Новгородской области все-таки есть. Среда питательна, создается Центр поддержки технологий и инноваций на базе университета. Он работает весьма успешно. Все-таки университет Ярослава Мудрова за последние пять лет подал нам где-то 115 заявок. 115 патентов, это очень существенно, это очень важно, что это есть. Это технологическое преимущество региона. Это продукт, который может быть позиционирован на всем российском и мировом рынке. И мы сюда привезли на ассамблею молодых изобретателей из семи стран Евразии. Молодые изобретатели привезли здесь свои проекты. Мы назвали наши мероприятия ассамблеи, потому что у нас два направления. С одной стороны, презентация, выставка конкретных изобретательских проектов из всех этих стран. А с другой стороны, собрались руководители патентных ведомств, приехали сенаторы, собрались специалисты в области интеллектуальной собственности, чтобы еще раз обсудить, как нам поддерживать молодого изобретателя. Как ему дать такой путь, чтобы он завоевал мир. И вот эта ассамблея новгородская, она даже подвигла к тому, чтобы говорить о неком новгородском процессе в поддержке изобретательства. По всякому случаю, во время нашей двухдневной ассамблеи этот термин так прижился. И когда мы говорим о новгородском процессе, это означает, что мы говорим о поддержке молодых изобретателей. За время ассамблеи более детально рассмотрели около сотни проектов, по которым поддерживаются молодые изобретатели. В нашей стране, в Казахстане, в Армении. Все предложили свои варианты содействия молодыми изобретателями. Конечно, это было очень интересно. Доклад, скажем, фонда содействия инновациям российским, когда они говорят, что они погоду тратят на поддержку стартапов, изобретателей 17 миллиардов рублей и делают это эффективно. Когда они говорят, что за пять лет при их поддержке создано 7 тысяч изобретений. Когда они расписывают систему поддержки от получения патента до старта проекта, до перехода промышленной производства и его коммерциализации. И на все это обеспечивается поддержка, такая бесшовная поддержка изобретателя. Нельзя замкнуться на одном этапе, надо дать всю линейку поддержки. Очень много было посвящено обсуждению школьного патента. Такой программы, школьный патент, когда к изобретательству привлекаются дети. Это очень важно, чтобы заложить основы понимания важности изобретений, важности их охраны в этом детском возрасте. И мы видим, что это достаточно эффективная программа. Она питерская по происхождению, но охватывает сейчас всю страну. И мы видим, что у нас несовершеннолетние патентуют, несовершеннолетние изобретают, несовершеннолетние вовлечены в эту изобретательскую среду. В системе кванториумов, они в 74 регионах действуют. 35 тысяч человек охвачено этим движением. Есть лаборатории в Сириусе, которые молодых людей привлекают, бакалавров, магистров для подготовки их с точки зрения интеллектуальной собственности. Вот такие масштабные и массовые проекты, они и должны создать нам атмосферу, когда изобретения будут переходить в плоскость интеллектуальной собственности, когда они будут реализованы в производстве и использованы нашими гражданами. Я как раз и хотела сказать, что изобретение, и это ведь история не только связанная с ребятами, которые в университете учатся, это дети школьного возраста в состоянии генерировать идеи, оформлять их, что самое главное, предлагать что-то свежее, новое, потому что у них взгляд не замылен. И мы это видим, кстати, на примере кванториума, действительно, новгородского. — Главное — создать отстремление к изобретениям. Бывают у детей и серьезные изобретения, промышленно применимые. Но я помню, что один из 13-летних мальчишек создал такой уравнитель, которым сразу заинтересовались в авиации. То есть такие датчики, которые определяют плоскость по отношению к Земле и позволяют это быстро и мгновенно придать автоматическим режимом устойчивость любому летательному аппарату. Знаете, беспилотники как летают сейчас хорошо. Вот этот мальчик, он унес свой несоизмеримый вклад вообще в развитие всех летательных аппаратов, создав такого рода устройства. Конечно, папа ему помогал, конечно, его признали и в Америке. Это очень важно. Но есть и менее сложные, может быть, но забавные изобретения. Один предложил зубную щетку для космонавтики. Как почистить зубы в условиях невесомости? Вы представляете? Я тоже нет. Я вообще об этом не задумывался. У меня много друзей-космонавтов, и я никогда их не спрашивал, чистят ли они зубы. Вот сейчас буду спрашивать, как они чистили зубы, и будут ли они пользоваться зубной щеткой, которая создана таким образом, что она вакууме позволяет почистить зубы. И, конечно, зубная щетка, наверное, не так важна для космических перелетов, но настрой вот этого мальчишки на творчество, на созидание, он даст возможность ему в будущем создать что-то супер важное. И мы должны ему создать эти условия, мы должны это показать, как использовать таких людей. Изобретательство и патент – это дело очень индивидуальное. Авторы у каждого изобретения есть. То есть это интеллектуальная деятельность. Люди, используя свой интеллект, свою подготовку, свои возможности научные, конструируют реальную действительность. Она выходит вся из его головы. И с тем, чтобы из этой головы извлечь, никакие физические, химические меры не помогут. Здесь только поможет стимуляция, поддержка, сотрудничество, создание условий. И вот это сейчас, наверное, основное. Причем для стран как раз евразийских, для бывших стран Советского Союза, мы видим, что это сходные проблемы. Мы видим, что поддержать изобретателя – это тенденция, которая во всех наших странах примерно одинаково развивается. Вы смотрите на опыт других стран. Какие меры поддержки могут быть применимы у нас? Что вам понравилось в ходе этого обсуждения? Создание организационных форм, вовлечение в эту деятельность с молодым. На стадии школьной, на стадии вузовской. И сразу после вузовской. То есть путь правильный, по которому мы начали в России? Путь правильный. Создание как можно больше организационных форм. У нас все эти меры, которые мы говорим, они требуют масштабирования. Да, мы говорим, 35 тысяч охвачено кванторе, но достаточно ли это? Мы скажем, недостаточно. У нас 24 тысячи в год патентов от российских заявителей поступило в 2020 году. От новгородских поступило 46 заявок на изобретение. От новгородских изобретателей. И мы говорим, этого мало. Но 24 тысячи их кто-то должен создать. Поэтому мы должны большее число людей вовлечь в этот процесс. Просто чтобы они могли в нем участвовать. Мы должны создать условия их подготовки. Мы должны их научить изобретать. Мы должны показать им, как найти мировой уровень. Мы должны их научить пользоваться информационными системами, в которых сейчас научно-техническая информация сосредоточена. Мы должны их научить, как показать свое изобретение, как эту формулу изобретения изложить. Это высокопрофессиональная работа. Она требует больших затрат энергии и больших знаний. Эти знания нужно передать. И потом эти знания должны превратиться в практические навыки. Люди должны уметь это делать. Это уже становится навыком. И объединить вокруг этого людей. И далее мы по порядку говорим. Да, нужно с чего-то начинать. Как начинать? Что создавать? Как создать организацию? Как создать коллектив? Как создать команду? Как идеи это выдушевить всех окружающих? Какие нужны сопутствующие для этого мероприятия провести? После этого, как организовать производство? Куда идти? Кто даст деньги на это производство? И какие законы коммерции, в конце концов, действуют на рынке? На каком рынке будет востребована ваша зубная щетка? Да, и вообще самому-то изобретателю не просто все эти темы охватывать, скажем так. Не все коммерсантами рождаются, да? Они могут быть изобретателями, самоделкинами, как угодно можно их назвать. Совершенно верно. Они должны быть помещены в среду. Не такую изолированную от жизни, но в среду, которая позволяет им реализовать свои возможности. И кроме изобретателей, да, у нас есть целые специально выделенные в законе категории, лица содействующие. Это руководители, это специалисты, это компьютерщики, в конце концов, финансисты, маркетологи. Масса людей заняты в этом процессе, и нужно, чтобы процесс этот был сложный, процесс он проходил. Реализация любого изобретения, то есть того, чего нет в мире, она требует очень сложных подходов. Подходов и защиты, потому что это могут украсть. Совершенно верно. И при этом не надо заблуждаться по тому, насколько мощной должна быть государственная поддержка. Она должна быть очень мощной. Даже сейчас, когда мы все-таки этим занимаемся, этого недостаточно. Государственная поддержка должна быть более масштабной, более точечной. И это понимание должно быть на всех уровнях работы с интеллектуальной собственностью. Если брать историю новгородскую, какие, быть может, заявки были действительно интересны, и что получило поддержку вашего федерального ведомства? Из последних, наверное, можно назвать магнитоэлектрический диод. Университет Ярослава Мудрова такую заявку подал. Создание с помощью новых материалов, специальных конструкций, которые позволяют датчикам работать более точно, всем датчикам, это, конечно, принципиально важнее. Возможно, это такой прорыв, когда использование такого диода для создания датчиков и для того, чтобы еще больше увеличить точность всех измерений, которые происходят, всех показаний, которые фиксируются, это, конечно, очень существенный прорыв. В том же университете мы запатентовали колесо с изменяющимся диаметром. В зависимости от траектории движения, от характеристик движения, колесо может увеличивать диаметр или уменьшать. Представляете, прохождение поворота на большой скорости, попадание в яму, когда машину заносит, переворачивает. А вот такого рода колесо, оно, конечно, будет такой механической страховкой, которая придет на помощь водителю гораздо быстрее, чем самые лучшие навыки водительские, отреагировать на занос, отреагировать на поворот. На выборы или еще на что-то. Замечательное изобретение. Конечно, мне нравится изобретение ООО «Инновации N». Они создали изобретение, которое позволяет так универсально обихаживать человека в ограниченном движении. Человек может с помощью этого устройства самостоятельно из кресла-каталки пересесть в кровать, а из кровати вернуться в кресло. То есть самостоятельность передвижения такого рода людей, качество жизни этих людей, конечно, принципиально меняется, когда можно совершать какие-то действия без посторонней помощи. Есть и другие изобретения, особенно в радиоэлектронике, в лазерной технике. Больше как раз, наверное, в технической сфере. Да, но я думаю, что пересказывать их для нашего зрителя бессмысленно. Они сложны технически. И переводить их на бытовой язык, мы утратим их красоту и прелесть. Но в научном сообществе уже оценили. Это самое главное. В научном сообществе оценили. Главное, что наши эксперты признали это патентом. А наши эксперты очень редко ошибаются. А, кстати говоря, заявки-то подают чаще всего научные сообщества или юридические лица? Четверть всех заявок подают НИИ и ВУЗы. Половина заявок подают юридические лица, а еще четверть физические лица. Такой примерно состав у нас заявителей. Каков сегодня срок рассмотрения заявки? Как это вообще все сегодня выглядит? Вот, Анастасия, вы задали очень хороший вопрос. Потому что откуда-то из-за древних веков или прежней жизни ну и складывает впечатление, что в патентном ведомстве рассматриваются заявки очень долго. Вот я хочу вам официально заявить, что срок рассмотрения заявок на изобретение товарных знаков в российском патентном ведомстве в среднем 3-4 месяца составляет. Если мы не имеем всей полноты информации, мы ее дозапрашиваем. Тогда это может занять больше времени. Мы запрашиваем дополнительную информацию у автора изобретения. У нас есть система взаимодействия с Академией наук, когда мы просим Академию наук оценить это изобретение или представить нам информацию. Мы сейчас вводим систему аутсорсинга, как мы ее называем. То есть, когда будут аккредитованные нами научные и образовательные центры, иметь право официально проводить такую предварительную патентную экспертизу и предоставлять нам информацию. Потому что очень много информации добывается с помощью технических средств. Знаете, у нас все-таки в нашем, даже в череде нет суперкомпьютера. А я полагаю, что для каких-то исследований использование суперкомпьютера позволит решить задачу быстрее, которая ставится этим изобретением. Поэтому мы такие центры будем аккредитовать и будем там рассматривать. Это позволит нам и быстрее проводить исследования, и получать более точные ответы. Качество экспертизы вырастет. Мы очень рассчитываем, что такая двухуровневая система экспертизы, она будет очень полезна для всей системы интеллектуальной собственности. Конечно, мы не первые в мире вводим эту систему. Мы долго учились у корейцев, как они это выстроили. Но специалисты из Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого мне заверили, что наша система, они для нас ее разрабатывали, будет лучше. Роспатент ведь занимается еще и рассмотрением заявок на торговый знак. Тобарный знак. Да. У нас больше уже 90 тысяч заявок было в 2020 году, а рост продолжается. В этом году уже за 4 месяца рост 14% по российским заявкам. От иностранцев мы стали меньше получать заявок, а от российских заявителей дают очень много заявок. Кстати, в Новгородской области неожиданно тоже был очень большой рост в 2020 году. 150 заявок по году, хотя в предыдущем году где-то было 50, 60, 70 заявок по году. За 2020 год, представьте, пандемийный, казалось бы, ограничительный. У нас рост по всей стране, а в Новгородской области мы отмечаем это как особенность такую, что здесь рост практически 40%. И кто заявители? Предмет непосредственно заявки. Предприниматели – это предприниматели, это юридические лица, это индивидуальные предприниматели. И они регистрируют товарные знаки на оказываемые ими услуги или на производимые ими товары. То есть продукты питания, одежда, все что угодно. Продукты питания, одежда, машины, элементы какого-то технического процесса, а услуги от прачечной до косметологии. А с точки зрения налогообложения регистрация патента упрощает жизнь изобретателя или усложняет ее сейчас? Она находится в обычном налоговом режиме, и, конечно, это неправильно. Я думаю, что в сфере интеллектуальной собственности должна быть налоговая льгота, и очень существенная. Мы видим на примере IT-технологии. По IT-технологии с этого года ввели льготу по налогу на прибыль, и она уплачивается не 20%, а 3%. У нас 40% роста заявок на программы для ИВН. Вот за 4 месяца на 40% по сравнению с прошлым годом. Мы предлагаем такой режим, это режим патентной коробки, распространить на всю интеллектуальную собственность. Переход интеллектуальной собственности не должен облагаться таким же самым налогом, как налог в обычном обращении товара. Потому что не создав льготное такое налогообложение, мы не поощряем к обороту интеллектуальной собственности, а мы поощряем его к сокрытию. А и помните, я говорил об интеллектуальной собственности, что ее с помощью налоговых механизмов не очень вытащишь из сознания, из интеллекта. Здесь должно быть стимулирование. И если какая-то налоговая норма не стимулирует, ее нужно пересмотреть именно применительно к интеллектуальной собственности. Да, движение товаров мы не предлагаем изменить с помощью налогового регулирования. А вот движение интеллектуальной собственности, вот этих роялти, которые выплачиваются, оно должно быть в другом режиме. Я думаю, что этот режим должен быть тоже 3%. Когда сроки будут обозначены уже, чтобы эти изменения произошли? Мы над этим изменением работаем. Надеемся, что скоро наша точка зрения, наша позиция будет восприняться всем правительством. Ну что же, я надеюсь, что вас услышат. Действительно, спасибо вам большое за беседу. Очень надеюсь, что у вашего ведомства будет действительно в будущем очень много работы. Спасибо. Это показатель будет того, что действительно наша страна развивается, и изобретатели у нас действительно себя чувствуют комфортно. Да. Чтобы так было, надо еще много поработать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok